Святого Дмитра. Евангелие от Иоанна начинается. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И в утренней молитве мы обращаемся ко Христу, услыша нас Слово. Люди, которые не знают Священного Писания, они относят это только к разговорной речи. Словом назван Христос. Ему имя такое. Если Он говорит виноградарь, то у Него не было сада. Он его не возделал. Все переносится на духовную почву. На возвышенное. Чего раньше люди не знали. Овечек Он не пас. Он плотник был. Отцу помогал. Однако Он есть пастырь-овец. И когда мы начинаем читать Слово Божие, внимательно мы увидим, что Слово имеет живительную силу и смертоносную. Запах живительный на жизнь и смертоносный на смерть. И этот запах издает человек, пропитанный Словом Божиим. Так Слово говорит. Часто бывает так. Человек что-то говорит, и я не сам говорю. Это Бог говорит так. Так в Писании написано. А в Писании этого не написано. Мы прочитаем Откровение, 22 глава, 19 стих. Говорится о том, что кто отнимет что-либо от написанного в книге сей, отнимет что-нибудь. Златолуц говорит, одна буква дороже неба и земли, ни одна йота не исчезнет. Отнимет Бог участие в книге жизни. В том, что написано, дает Господь. Отнимать крайне опасно. То есть утаить. Я не знал. Не знал и промолчал. Это один вопрос. Под это очень сильно подходят православные. Не знал. Батюшка сказал, батюшка сказал. А батюшка Библию забыл, когда держал. Когда я уверовал, вот 57 лет назад, у меня желание было Евангелие получить, Новый Завет. Где? В храме. Город Венск, Латвийская ССР. Я пошел туда. Зашел. Сказали, здесь священник живет. Туда зашел. Я не служу, повторяю, я говорю, картина какая. Священник лежит на кровати. Здесь пепельница дымится. Женщины какие-то. Евангелие. Батюшка давно его пропил. Что же он может сказать? Где он что? Да не имеет ему Господь. Но для меня это было открытие. Я никогда не знал, что если при церкви, для меня все было свято. Такое понятие было. Я понял, нет, надо быть осторожным. Тут же, когда поехал домой, заехал в семинарию, в академию. Загорск. Сергиев Посад называется. И когда стал говорить со студентами, они вокруг меня быстро собрались. У-у-у, сектант пришел к нам. А я еще и не знаю ни сектантов, никого. А почему? Я стал спрашивать. А вот это? Как? Не могут ответить. Я понял, они учатся и не знают. Не знают. Далее написано здесь. Кто приложит что-либо к словам сил, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге Откровения. И поэтому не просто в Библии говорится. Это и правильно. Книги сей. А что наложит Бог? Там написано, гнойные раны, нарывы, как люди будут падать, мертвые, как листья. А что прибавляют? Очень много прибавляют в Библии. Вот у меня вчера маленький разговор, батюшка пришел, приехал. Я уезжаю, это его слова, я могу записать, я уезжаю. Дальше начинается диалог. Зачем ездишь? Каждый год ездишь в одно место. Ну, друг там, ну каждый год к одному другу. Поезжай на Дальний Восток, дорогой проповедовать будешь. Это наш диалог идет. А дальше к этому я могу добавить, что сегодня поступило известие, его уже в Казани встречать будут. Которые принимали крещение. Он вскрыл это. Значит, не только в одно место едет, но и там, кто принимал крещение. Это новые люди. Может быть, он и в Германии, и в Ливию поедет, откуда нынешние крещенные были. Здесь говорится, книги не прибавляй. Так хочется добавить. Ну, а если человек знает Писание и толкует, это толкование называется. Сказать. Слово Божие называется Сущее. То есть, то, что отсюда Сущее. От Бога Сущее и Бога. Он дал. Имя ему Сущее. И книги написано Сущее. Вот когда они добавляют ничего. Едут в трамвае. Большая картина висит. Блюдо большое. Красивыми колесиками колбаса нарезана. И над ни хлебом, ни единым жив человек. Ну, вообще-то нормально. Они не добавили. Ничего. Они отвечать не будут. Точки поставить надо. А там написано. Но. Всяким словом, исходящим из уст Божьих. Эти слова они не будут писать. Они этого не знают. Итак, мы встречаемся часто отрывочно из Священного Писания. С намеком на что-то. И мы должны сразу добавить. Готовая проповедь. Но если это к этому относится. То ко всей Библии относится это или нет? Мы читаем Писка Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Бога чисто. Не прибавляй к Нему. Тогда еще не было откровения. Это говорит Соломон. За тысячу лет до Христа. За тысячу. Не прибавляй. А что это за это? Чтобы Он не обличил тебя. То есть Бог скажет, я не говорил, а ты прибавил. Чтобы я не обличил тебя. И ты не оказался лжецом. Итак, когда люди говорят. А это в Библии написано. У нас есть такие. Которые. А это так написано в Писании. А там нет в Писании. То есть Библии совсем не знают. Но очень твердо, уверенно. Мне это открыто. Бог сказал. А что ты видел? А я, мне сон был, видел. Так и говори. Если сон, то сон. Слово, слово. Что общего из зерна смекина и Господь говорит? Если ты видел сон, так и говори. Мне приснилось. Лже-пророки воруют слова друг у друга. Я к тому, чтобы мы не погубили наши души. Не прибавляй. Чтобы ты. Бог обличил. И ты не оказался лжецом. А как не окажешься? Когда Бог скажет, добавляешь. Добавляю. Я же вот обед когда был, приезжал митрополит. Я сказал. Я знаю в двух молитвах, которые Слово Божие. И добавляю. Вот сейчас тоже было. Богородица начинает говорить. И говорит, вспоминает Израиль и все везде счастнейшие Херавим. Вставка за вставкой идет. Но нет этого в Писании. Я не против, если есть. Но грозные слова Божие. Не прибавляй. Я обличать тебя буду, Бог говорит. Сделайте отдельно. Сорок раз пять чистейших Херавим. Зачем в чужую молитву вошли? Я батюшку стал испытывать. Нашего батюшку. Не пьяницу, не вора, любящего Слово Божие. Я говорю, считай, отче наш. Избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство Отца и Сына и Святого Духа. И ныне и пресно во веки веков. Ты что добавляешь-то? Где там Отца и Сына и Святого Духа-то? Там нет этого. И не во веки веков, а во веки. Точка. Аминь. Для него как открытие какое. Притом это делают и патриархи, и митрополиты. Все одинаково. Кто это сделал? Кто вас обязал добавлять? Бог говорит, не добавляй. Мы считаем Экхрисиаста. Эта книга в Библии. Экхрисиаст. Или проповедник. Соломон. Того, что делает Бог, то, что делает, пребывает во век. И от того нечего убавлять. Понятно? Вот у нас бывает, что там мы сделаем. Вот это можно убрать. Ну ладно, без этого боемся. Тут точно нечего убавлять. Ничего или нечего. Вот смотришь, как в первый раз. Мы привыкли говорить ничего. Ничего не добавляем. В другом месте, да здесь нечего. Что Бог сделал, то сделал. Сделал и написано, и сказал. И вот хорошо. Весьма хорошо. Тем более, Слово Божие. Если люди могут делать какую-то селекцию, выращивать птиц, чтобы более подоносные были, кукурузу, пшеницу, чтобы собрать можно было, то к Слову Божию нельзя добавлять и нельзя его улучшить. Никак. Вот есть 12 томов Иоанна Златоуса, то вторая часть, почти каждой книги написано с пулио, в скобках проповеди, приписываемые Иоанну Златоусу. Никто не может понять, концовка не его, но слова встречаются и его. И люди очень осторожны. Ссылаемся на шкурия, вторая часть толкования. Мы не знаем. Вот так надо относиться. Это называется патрология меня. И здесь говорится, второзаконие 4.2. Слово Божие. Повторяю. Второзаконие 4.2 и 13.32. Повторение. Второй раз. Не прибавляйте и не убавляйте от того, что заповедано. Не прибавляйте и не убавляйте. Значит, это не в откровении только говорится. Откровение запечатал последними словами. Тебе говорит священник, если ты Слово Божие не знаешь, скажи, подойди. Смиренно. Батюшка, а где написано? Я хочу ваши слова закрепить, что они от Бога, они от тебя отходят. И когда вчера батюшке сказал, я говорю, ты в интернете не бываешь. И ничего не знаешь. Что там делается-то? Хочу, что знаю. Вот священник выступает. Он мне, батюшка, говорит. И священника спрашивает. И он отвечает. Отвечает совершенно не по Слову Божию. Выходит, я смотрю, священник. Вы в Библии-то считаете? Ветхозаветнее басни евреев. Ветхозаветнее басни евреев. Я могу его назвать. Парфонник и Константин. И он сегодня его церковь не запретил. Он богохульник. Его участь ждет страшное. А теперь, а за это оказывается платье. На лучших курортах мира отмечает. И там дети загорают во время зимы. Это наш ресурс. Высшие люди говорят, когда он на меня напал, же миссионер, кто-другой. Его сразу начали раскрывать. Это не один такой. И батюшка уже начал перечислять. Вот такой-то. Ему задают вопрос. А он что отвечает? Ну вот, я не знаю. Не постилась никогда. Мне трудно. Может пятницу считать за пост? То есть она и пятницу не соблюдает. Но как-то набрать надо хоть несколько дней. Священник отвечает. Ну если какое недомогание есть, то можешь есть молочко там и мясо. Недомогание. Даже не болезнь. И батюшка говорит, это... Как понимать? Отвечает священник правильно, как крестить троекратное погружение ребенка. Мне батюшка говорит, вчера поднимает его, опускает до воды. Ногами коснулся, опять поднимает. Купель большая, все. Это что? Это безумие полное. Этого не делает никто. Если обрезание, мусульмане и евреи, они отрезают, что надо. И никак по-другому. А здесь воду погрузить и вытащить. И ничего больше нет. Фотография стоит. Патриарх Кирилл держит ребенка, одет его полностью. Рядом родители стоят. Большая купель, он ее держит, так ногами кверху. И вот так ладошкой. А тут стоят, то ли митрополит, или кто. Это официально. И я должен что делать? Если не в тип погружения апостольское правило говорили. Да будет извержен. То есть это все изверженное. Ни о какой благодати речи не идет. А мы еще признаем. А может что-то не так, Бог посмотрит. Мы считаем Слово Божиим. У второго послания Тимофея 4,2. Он говорит, проповедуй Слово Божие. Настой во время и не во время. Вот мне сделали замечание, что можно проповедовать, если. То только когда уже ко Кресту подойдут, тогда можно подойти. Я говорю, мне дали знак, я вижу, когда подходить. А когда? В любое время. Во время и не во время. А Христос проповедовал-то. Люди сидели там на холме где-то. Да как-то любое служение было. Они для этого и собрались. Да, что-то легко раскрывается. А богослужение, где шло апостолы ежедневно, ходили в храм. И что проповедовали. В какое время? Не знаем. А может быть в то время, когда там жертву приносилось. Ну нельзя Словом Божиим играть так. Для Слова Божьей нет преград. И нет уз. Кузырь, ну то есть, тебя заковали и везет. Мне Бог позволил испытать это. Я скажу, что жив, может быть, я остался благодаря Слову Божию. Бог смирял преступников. Сколько людей покаялось, я их даже счет не знаю. Вот утром я, перед самым утром, я, на баше-то раньше не стою. А мне говорят, вот вчера молились семь человек на коленях. Можно мы с вами будем молиться? Я их не звал. Ничего. Можно. Мы вот тут решили, все бросаем курить. Ну, правда, двое вернулись в табаку, а другие держатся крепко. Татарщонок уверовал. Можно я вашему Богу дубу молиться? А он-то не знает ничего еще. Ему столько грозило с ножом на сторожа. Ну не поранил ничего. Просто поросенка украли. Я уже иду обратно этим путем по этапу. И мне говорят, татарщонок, на который к вам молиться-то, ему условно дали, выпустили. Как же так? Такая грозная статья была. Ну, конечно, добавляют многое. Я хочу к этому добавить. Слово Божие говорит, во время, не во время, обличай. Это первое. Я говорю обличительное слово. Для всех, начиная от Папы Римского. Запрещай. Увещевай. Со всяким долготерпением, Малазодиана. Почему? Ну, я же говорил. Мне тут батюшка говорит, ну, вот этого говорил человек, он уже сточился. Ну, ты думал, нет, что такой результат будет? Ну, а если бы ты знал, что он не примет? Стал, говорит, стал. Величайший из пророков, рожденных женами, был Иоанн Креститель. И я думаю, не без основания, он знал, что Ирод не примет. Он Иродиаду крепко держал. И он его обличал. Ну, знал, что дорого обойдется, дорого. Голова была отсечена. Теперь отмечаем мы это дело. Итак, у нас Слово Божие, которым надо проверять, кто бы он ни был, епископ, священник, патриарх, папа римский, святые книги, каноны, церковные, жития святых. Все ставь во свет Библии. А почему? Исайя Пророк, 8 глава 20 стих говорит, если они говорят не по слову, нет в них света. А если нет света? Ну, нет света, что? Ну, вот ночью сейчас луны нету, ты выйди ночью-то, ну и маленько дойди до храма-то. Дойдешь или не дойдешь, а то и промажешь. Ни одной звездочки не видать. Сплошная, это не кромешная тьма. Потому что свет излучает предметы, деревья, которые аккумулировали свет, а мы его просто не видим. Сам человек излучает свет. Вот когда любит и ладонью прикасается, зафиксировали, как молния сверкает из руки у него. Это приборы уже показывают. Мы сами электрические, сердце, кардиограмму дает и прочее. Ах, какая храмешная тьма. И Бог угрожает ею. И нам это даже в нужды нет. Итак, вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было у Бога. Бог себя как бы отождествляет. А как проверить? Любим ли вы? Говорят, если любите меня, соблюдите слово мое. И я вас не сужу. В последний день слово мое, которое я говорил, оно будет судить. Меня Бог прошил буквально как молнии 57 лет назад. Я понял, все остальное не имеет никакого значения. Мне нужно знать законы Божьи, как законы этой страны. Вот на машинах едут. Законы на дорогах всякие разные. Тебе надо знать законы, вот здесь которые. Здесь ты египетские не применишь. Там по-другому. Там можешь разбегать среди машин. Заехать в середину, разбегать, и ничего тебе не будет. Машины своей. Закон Божий. Это елей. И хочешь узнать, что такое слово Божие? Прочитай 118-й Псалом. Говорят, уставы, советы, закон. Это все означает Святая Библия. На 176 стихов в этом псалме, самый большой псалм, 185 раз упоминается это слово, которое Бог оставил и сказал, я бодрствую над Словом Моим. То есть никто ничего не может изменить. Богу слава вовеки. Аминь.